Решить проблемы каждого жителя. Задать вопрос или рассказать о проблеме руководителю администрации Щелковского района Алексею Валову в минувшее воскресенье смогли жители сельского поселения Анискинская. На приеме в Доме культуры поселка Биокомбината присутствовал также глава сельского поселения Олег Вершинин. Темы обращений были разные. Жительницы Анечкова пришли сразу с несколькими. У них, как и во многих микрорайонах-новостройках, не хватает парковочных мест. Ради решения, наболевшие проблемы, жители предлагают отказаться от неиспользуемого тротуара. Пешеходный тротуар, который не используется, крайний, идет вдоль поселка, он не используется для пешеходного. Там все равно паркуются машины, паркуются тротуары. То есть, если смести этот тротуар, он достаточно... Предложение правильное? Да, предложение правильное. Теперь жителям Анечкова предстоит провести общественное обсуждение и единогласно решить, нужен ли им тротуар или нет. Если они примут решение, что на месте этого не востребованного тротуара можно сделать парковочные места, то мы обязательно эту работу сделаем. Изучим средства. Или за счет инвестора сделаем, или за счет застройщика, который до сих пор не передал эту землю. И, может быть, что-то ненормативное количество мест парковочных разместил. Найдем источник. Другая проблема Анечкова – отсутствие отделения банка и банкоматов. Екатерина Гужулева жаловалась, чтобы просто снять деньги с карты, им приходится ездить в соседние поселения. Алексей Валов пообещал проработать этот вопрос главой. Олег Вершинин отметил, что помещение под отделение банка есть. Обязательно порешаем. В течение этого месяца, а в течение следующего уже поставят банкомат. Единственное, что помещение обособлено, и он будет работать только в дневное время. О неудовлетворительной работе товарищества собственников жилья дома номер 16 поселка Биокомбината рассказывали жители-руководителю администрации. Непрозрачная, закрытая работа ТСЖ – плохой косметический ремонт. С этими вопросами пришли на прием три жительницы так называемого Дома Солнца. Элементарно отремонтировать вот эти двери и окна, ведущие. ТСЖ причиняет деньги в фронт. Посмотрите-ка, насколько грязно. Я прошу элементарно отремонтировать двери. Вот я вам оставляю заявление, это по поводу того, что акт они нам не выдали, они нам грозят. Так, это вот я к ним обращалась в ТСЖ после того, как встречалась с вами, что предоставили акт. Это запрос о предоставлении информации, то есть везде бездействие. У нас видеодомофон. Вот. И нам оборвали его в прорубь. Ну, то что, мы это конкретно в опросе. Не хотят восстановить. Восстановить? Да. Я вас запрещу вашу нашу. Вопросы по текущему ремонту и восстановлению видеодомофона жителям пообещали взять на контроль. Также напомнили о том, что форму управления домом жильцы могут поменять путем общего сбора подписей. Однако Алексей Валов объяснил, что работа ТСЖ пойдет в гору, когда жители дома и совместно с товариществом рассчитаются с долгами. ТСЖ приняло предыдущую управляющую компанию, управдом, этот дом, с огромными долгами. Соответственно, им сейчас непросто было рассчитаться с долгами, потом, соответственно, проводить работы по содержанию этого дома. Но есть часть жителей, которая считает, что они достаточно открыты. Мы обязательно обяжем председателю ТСЖ открыться, доложить все расходы, которые он производил, и все доходы, которые он получил в ходе сбора коммунальных платежей. Так, решения и распоряжения по большинству вопросов были вынесены на месте. На личный прием к Алексею Валову пришли семь жителей. Руководитель района администрации отметил, что такие встречи будут проходить систематически, и помощь будет оказана всем тем, кто за ней обратится. Мария Масайли, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».